В Совете Европы мы предприняли очень решительные шаги с первого дня агрессивной войны против Украины. Мы единственная международная организация, которая приняла Украину в состав, что, конечно, позволяет нам теперь предпринимать дальнейшие шаги, потому что Россия не входит в организацию и не может блокировать принятие важных для Украины решений. Одно из главных решений, которое было принято на последнем саммите стран-членов Совета Европы в прошлом году, это создание международного реестра нанесенного ущерба, который поможет гражданам, местным властям, региональным властям, государственным учреждениям перечислить весь ущерб, который они понесли от войны. И это первый шаг для создания механизма компенсации, так что это один из примеров очень конкретных действий, которые предпринимает Совет Европы, чтобы помочь Украине, как Совет Европы мы здесь, чтобы помочь в восстановлении всех институций после войны. И одна из главных задач для нас сейчас в рамках диалога на высоком уровне, который мы ведем с украинскими властями, помочь вернуться на нормальный путь децентрализации, который Украина начала 10 лет назад очень успешно. И сейчас мы ведем дискуссию с украинским парламентом, украинским правительством, национальной ассоциацией местных властей, чтобы понять, как мы можем продолжить этот путь. И еще одна тема, которая будет обсуждаться на следующей неделе в рамках диалога на высоком уровне, это обсуждение того, как организовать выборы, местные выборы, национальные выборы в Украине, когда наступит время, подходящее для проведения этих выборов. Редактор субтитров А.Семкин